С вертолета нагляднее всего видны последствия стихии. Вышедшие из берегов горные реки в Лазаревском районе натворили немало бед для жителей сразу четырех сел. Основной удар стихии пришелся над Хагапш. Так аул выглядел накануне. Заилиные дворы, покосившиеся заборы, разбитые автомобили. Куда мы денемся? Будем жить, будем настраиваться по-новому, освежать что-то. Стараться будем. Тонны ила, горы камней и кучи бревен. Ими буквально завалены практически все улицы Хагапша. Предстоит вывести более тысячи кубометров веток, деревьев и осколков скальных пород. Над задачей работает около 30 единиц спецтехники. Трудятся, как говорится, всем миром. Спасатели Кубань спас МЧС, Догомыского ДРСУ, специалисты Кубань-Энерго и Водоканала, сотрудники администрации. Активно помогают и жители соседних сел. Работает только порядка 25 единиц транспорта. Там работает пять погрузчиков. И, конечно, мобилизованы жители прилегающих аулов, а также администрации города Сочи. На завтрашний день мы также планируем сюда направить 200 сотрудников администрации города. И адыги Туапсинского района еще дадут нам 50 человек. Поэтому надеемся, что дня за три очистка аула от Хагапш тоже будет завершена. В целом, пострадавшее горное село возвращается к нормальной жизни. Водоснабжение и электричество здесь, так же, как и в других аулах, восстановлено. Администрация города обеспечила жителей и продуктами питания. Запас продовольствия в полном объеме есть и в сельских магазинах. Я даю команду возить в пакетах воду да продукты. Ну, воду привезли хорошо. Саула помогает. Все это хорошо. И хлеб привезли. Вода есть. То есть никаких проблем? Ну, пока да. На месте продолжает работать специальная комиссия по оценке нанесенного стихии ущерба. Решается вопрос по выплате компенсации. Глава города пообещал – никто не останется с бедой один на один. Если где-то подпортился дом, мы окажемся. Я даже принял решение, уже дал команду, чтобы собрали однодневный заработок. Это с каждого чиновника. Все принимают сейчас решение. Думаю, мы через эту помощь, помощь окажем. Закончить восстановительные работы в Лазаревском районе планируют к концу недели. Однако в Сочи снова объявлено штормовое предупреждение. В ночь на 8 июня и до конца дня 9 числа ожидаются сильные дожди с грозами. Возможен резкий подъем уровня воды в реках, подтопление низменных территорий, сход селий. Поэтому всех сочинцев просят быть бдительными по возможности отказаться от личного транспорта, оставлять машины в безопасных местах и не посещать открытые водоемы.